Всем привет! Вы на канале Покашеварим и целый январь я вас обламывал с рецептами, потому что совсем не было времени. Но тут прям вдохновение какое-то нашло. Недавно был обзор на грузинский ресторан Джон Джоли и там был офигенный цыпленок Чкмирули. Про название не будем говорить, потому что кто-то называет Чкмирули по региону в Грузии, а точнее по деревушке кто-то называет Чкмирули. У нас как принято называть Чкмирули? Я не знаю. В общем, не важно. Сам факт, что это офигенная курочка, приготовленная с большим количеством чеснока и там молочко, сливочки и все это очень вкусно готовится. По принципу цыпленок табака или тапака, опять-таки название не разберешь. Но этим можно пренебречь в домашних условиях, потому что не всегда есть груз, не всегда есть большие сковородки, чтобы распластать цыпленка. И не всегда есть цыпленок, потому что вот это вот называется цыпленок, но это, зараза, курица полтора килограммовая, как по мне. Вот он цыпленок. Смотрите, как надо поступить изначально. Ну, во-первых, его сполоснуть, что я и сделаю. Далее, острейшими ножами Самура серии Альфа. Я ими уже месяц пользуюсь, правда не на камеру. И они, конечно, острейшие. Друзья мои, ссылочка на Самуру всегда в описании. Можете заказывать. Как вы думаете, влезет она в сковородку? Я сначала попробую все-таки вместить. Но прежде я избавлюсь вот от этого хвостика, так называемого. И по большому счету пока все. Кладем цыпленка на спинку и вдоль грудок аккуратненько его попытаемся распластать. Наша задача этого цыпленка сделать максимально плоским и максимально правильной толщины, то бишь одинаковой. Для этого я немножко накрою пленкой, чтобы тут сильно все не плескалось по всей квартире. И вот так вот по суставчикам его отобью. Заодно грудку сделаю чуть тоньше. Видите, да, он становится одинаковой толщины по всей площади. Мне кажется, достаточно. Теперь давайте примерим сковородку. Подойдет ли она по диаметру? В моем случае, наверное, я умещу. Но больше полутора килограмм покупать курочку, цыпленка для этих целей не стоит. Добавлю какой-нибудь приправы. Я использую сборную. Я использую сборную приправу хмели-сунели. Она же у нас будет еще и в соусе. Мы будем готовить чесночный соус для этого цыпленка. Но если она пожарится немножко в специях, это тоже будет не лишним. Я добавлю еще молотой паприки. Придаст классный цвет. Я вот так немножко вмассирую все это в курицу. Если у вас нет хмели-сунели, используйте просто кориандр. Или, в принципе, можно обойтись и без специй. Просто соль и перец, это тоже будет вкусно. Потому что основа вкуса все-таки чесночно-молочно-сливочный соус. Цыпленка теперь надо пожарить. По принципу, цыпленка-то пока. То бишь, под грузом распластанный цыпленок жарится с двух сторон. У меня нет специального груза, который используют в грузинских ресторанах. Но у меня есть какая-то такая фигня. У меня есть две гантели, грязь от которых я отделю тупо пергаментом. То бишь, вот так вот сделаю, и все. И брызгаться не будет, и грязь не попадет на еду. В ту самую отмеренную сковородку добавляем растительного масла. И для вкуса кусочек сливочного. Это будет очень в тему. Нагрев средний. Теперь берем цыпленка и пытаемся его корректно и комфортно уложить. Кусок пергамента. Крышка. Две гантели. В таком виде пусть он жарится минут 15. Через 15 минут разбираем нашу конструкцию. Опа. Красавчик. И еще минут 10-15 обжарим с другой стороны. Пергамент я поменяю, потому что там была сырая курица с той стороны. А все остальное оставлю неизменным. Пока цыпленок дожаривается, мы подготовим тот самый чесночный соус, который даст основной вкус и аромат. Я беру, ну, где-то 10-15% сливки. Туда добавляю еще хмели-сунели или кориандр. Туда добавляем соль. И много чеснока. Я возьму, наверное, целую головку зубчиков 6-7. Я буду все измельчать ножом. Можно использовать чеснокодавку. Забираем кинзу с грядки. И тоже ее рубасим вместе с чесночком. Мне интересно, когда вот прекратятся советы в интернете, что типа, если вы не любите кинзу, замените на петрушку. Блин, кинза и петрушка это вообще разные абсолютно травки. У них абсолютно разный аромат. Мне кажется, они не взаимозаменяемы. В грузинских блюдах кинза это просто must-have. Это обязательно. И, наверное, только благодаря грузинской кухне я и полюбил кинзу. Когда-то я ее терпеть не мог. Вот такие дела. Так что, если хотите поменять на петрушку, вы, конечно, можете сделать. Но это будет совсем не то. Давайте теперь все это сложим. Все перемешаем. И пока курочка доготавливается, он как раз настоится. Прошло еще где-то 10-15 минут. Давайте его аккуратненько, такого симпатичного, снимем и переложим на тарелку. Опа! Я проверю готовность, потому что, может быть, он еще не готов. Нет, он уже все полностью готов. Белый сок выделяется. Если вы боитесь пережарить, то можно пожарить как угодно. И потом довести это до готовности уже в духовке. Вот он наш цыпленок приготовленный. И вы правильно догадались. Нам останется только хорошенько залить цыпленка соусом. В такие моменты я чувствую себя королем положения. Потому что у меня целый цыпленок передо мной стоит. И я могу делать с ним все, что хочу. Например, попробую. Это ароматы классные. Я чеснок обожаю. Чеснок, он главный возбудитель аппетита вот в моем рейтинге. На втором месте... Да тоже чеснок. Чеснок это круто. Просто нежнейшая и ароматная цыпа. Класс. Изумительно. В моем случае все прожарилось. Не потребовалось какого-то дополнительного теплового воздействия. Все готово. То есть 15 минут и где-то 15 минут с другой стороны. На небольшом огне на среднем. Чуть ниже среднего. Все прожаривается отлично. И не пересушивается. Абсолютно точно рекомендую. Практически призываю готовить так. Это очень вкусно. И главное, предельно просто. Повторяйте. Кстати, да. В соус я добавил еще пару щепоток сахара. И мне кажется, это тоже сыграло роль. Сахарочку в соус. И прям вот поймете, в чем фишка. Спасибо, что посмотрели. Канал по кашеварям в своей кулинарной стезе возвращается на YouTube. Простите за месяц, так сказать, молчания в этой теме. Скоро еще много вкусных и классных рецептов. И мне кажется, начало этого года. Оно прекрасно. В плане рецептов-то уж точно. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на мой инстаграм. Там куча всякой интересной движухи. Будьте знать, что я делаю, если когда-то иногда пропадаю. Спасибо за просмотр. Всего вам вкусного. Пока. Ух ты, Масенька. А я духовку разогрел. Думал, еще в духовку сложить. А нет. Все готово. Идеально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...